Я звезда! Идещая звезда! Звезда! Я хочу витамины! Русско-турецкая семья потеряла ребенка после приема стоматолога. Вчера Елена и ее муж Айдын похоронили своего сына. Дениз умер в реанимации. Любил прессовать, любил лепить всякие штуки из пластилина. Свободно говорил свои пять на двух языках. Удалили зуб и удалили нашего ребенка, совсем удалили его жизнь. Одни врачи его убили за деньги. Они нам не помогли. Я задавала им вопросы по поводу состояния ребенка. К нам не подошел ни один врач. Вот так мальчик выглядел в день перед приемом. У стоматолога присылает фото Елена. Ни намека на какую-либо вялость. Ребенок, в принципе, был неболезненный. А вот крыльцо той самой клиники Месам-Хюрет. Ранее семья уже лечила здесь зубы, и все было хорошо. В этот раз, со слов родителей, все начиналось штатно. Требовалось удалить всего один зуб и вылечить четыре. Но после общего наркоза ребенок ослабел и начал жаловаться на самочувствие. Открылось кровотечение. Вот что рассказывает местным журналистам отец Дениза. Когда он проснулся, у него был сильный жар. Доктор сказал, что это нормально. Они сделали недостаточно, не вмешались как надо. Сын боролся за жизнь три дня. Чудовищная трагедия повергла в шок и красноярских родителей, бывших коллег Елены. Журналист Юлия Жарова сама с осторожностью водит дочерей к стоматологам и часто замечает, что залечивание малышей – это вообще отдельный бизнес. Это не какое-то сложное заболевание, не онкология. Это просто зубы. Это не знаю, что это халатность. Это вообще деревня там что ли. Я вообще понять не могу, как это можно. У меня просто, как у матери, у меня просто в голове не укладывается. У меня волосы стали дыбом. Потому что вот буквально несколько дней назад я тоже со своим ребенком пришла в стоматологию и она принимала антибиотики. И мне сразу говорят, выходит стоматолога, говорит, нет, мы вам не можем лечить зубы, потому что мы не знаем, как будут сочетаться между собой препараты. Тоже сейчас очень повальное, большое увлечение всех родителей лечения зубов с седацией, под наркозом. Я считаю, что это не очень хорошо, не очень правильно, потому что действия на мозг, вот эти все последствия, они могут быть после. То есть настоящие стоматологи, которые старой школы, они вообще считают, что там чем меньше всяких вмешательств, тем лучше. Перед анестезией проверить, будет ли аллергическая реакция, сложно. А вот проверить группу крови, например, у пациента обязаны. Иначе любая операция, пусть даже самая простая, чревата кровотечением, рассказывает главный внештатный специалист-анестезиолог-реаниматолог Красноярского края. Сейчас пробы не проводят на аллергии, даже если это там удаление зубов и так далее. Есть куча заболеваний, которые могут изначально не выявляться, которые связаны с патологией свертывания крови. То риск его течения существует всегда. После трагедии турецкая клиника отказалась от комментариев. Идет расследование. Мама Дениза уверена, виновата система. А цены остались его рисунки и видео. Запомните его таким, написала Елена в соцсетях. Анастасия Цыганова, Новости Прима.